Фестиваль ориентирования охоты на лист, в нескольких километрах на столбах. Но кого этим удивишь, если не знать, что 65 человек – это люди с ограниченными возможностями. Есть те, которые на колясках, есть совсем невидящие. Главный идеолог и организатор – председатель общества для инвалидов «Край света» 52-летний Андрей Суворов. 21 год назад все это казалось бы нереальным. Да какие там столбы. Погранец, который никогда не сидел на месте, попал в жуткую автомобильную аварию. Кровоизлияние – обширный геморрагический инсульт. По всем показателям, ему была готова на судьба – тихо умирать в собственной постели. Я пришел сюда. Нет, не пришел. Принесли. Я был пореализован. И не говорили ничего. Открываешь и видишь, что буквы знакомые. Но читать я не мог. Потом сказали, что максимум, что я буду, говорит, 10-15 лет. И хорошо, что буду я ходить с парикой по квартире. Конечно, Андрею Суворову невероятно повезло, потому что он сразу попал, что называется, в хорошие руки. Но это сейчас наш центр нейрореабилитации входит в пятерку лучших в стране. А начиналось все в лаборатории при кафедре медуниверситета 20 лет назад. Мы не знали такого термина. И не было особых принципов создания мультидисциплинарной бригады. Но мы очень быстро, интуитивно поняли, что работать можно только в коллективе с ним. И тогда это будет действительно реальная и успешная работа. Логопед, нейропсихолог, специалист по двигательной реабилитации, врачи самых разных специальностей. Поначалу большинство, казалось бы, этих нехитрых приспособлений делали даже сами пациенты. Болезнь ведь никого не щадит. И очень большую спонсорскую помощь тогда оказывали люди, которые сами перенесли трагедию. И которые имели возможность подарить центру оборудование. Создается дополнительная нагрузка на мышцы лица. И начинаем выполнять. Итак, например, такое упражнение. Губы вытунул в трубочку. И губами, не водя головой, напиши цифры от 0 до 9. Эта маска – одно из многих запатентованных изобретений наших врачей Центра нейроабилитации для пациентов с моторной афазией. То есть полной неспособностью говорить. Пациент Суворов был одним из членов экспериментальной группы. И в патенте был заявлен, как пример удачного использования этой маски. При таких поражениях, как были у Андрея Николаевича, не более 10% возвращаются хоть к какой-то адекватной жизни. Но это не про Суворова. За 20 лет он стал всеобщим любимчиком докторов. Это ни о чем сказать, если любимый. Андрей, понимаете, Андрей мой коллега, мой соратник по труду. Я все время своим пациентам говорю, что без вас мы ничего не сделаем. Без вас и без ваших родственников. Мы должны вместе работать. И вот Андрей, это еще неизвестно, кто из нас был ведомым, а кто ведущим. Потому что он приходил, он нас измором брал. Нет, мне не надо, я хочу еще работать. Уже устали. Ну, устаешь, конечно, когда неделями работаешь, конечно, устаешь. А Андрей не уставал. Он нас доставлял работать. Сейчас увидите кадры из архива врачей. Разница в съемках всего один год. Кажется, я живу. Да? Да. Мою семью. Савы. Моя талантинка. Первая супруга в самом начале испытаний не выдержала и ушла от Андрея Николаевича. Развалился его небольшой бизнес. Но это уже далекое прошлое. Сейчас у Суворова другая супруга. Пять лет назад он стал счастливым отцом. Получил профессию фотографа, пишет статьи для газеты, путешествует по всему миру. Когда в одной точке сходится невероятная жажда жизни, упорство пациента и профессионализм врачей, обычно и случается такое обыкновенное чудо. У вас взаимная любовь? Да. И сразу они понимают, когда видишь человека и старания его, доктора душу вглядывают. Ты добился, не досбился. Самый ворон, не, я не твой. Наталья Кирчина, Владимир Антонов, Новости ТВК. Ворон, я не твой.